У меня всегда была такая мечта или такое желание, поэтому не знаю, когда она возникла, она была всегда, я не знаю, всегда как-то к этому стремился. Что Вы собираете? Что-то информационное, но вернее не так, материальную и нематериальную культурную спатчу. В общем, все, что я могу охватить на момент пребывания в селе, я стараюсь собрать. Персидская игла, крестик, это вытканая картина, то есть не вышитая, а вытканая. Это тоже персидская игла, это вышитая лентами. То есть они все как бы черная картина с цветами, но каждая имеет свою какую-то особенность. Также рушники, каждый рушник на каждой картине тоже выполнен в отдельной технике. То есть вытканый, вытканый, вышитый, вышитый крестиком, вышитый гладью, выбитый. То есть, опять же, они не от фонаря. Это разные техники специально, что были показаны. Но опять же, это кто интересуется, кто понимает. Так как бы рушники и рушники. Вы собираете одежду, старовинные вещи, фольклор, так? Что еще? Ой, посуду одно время заинтересовался, начал собирать. Именно вот эту керамику, которая гончарного производства. Ну, в общем, все орудия труда из металла, из дерева, из глины, вот говорю, текстиль. Ну, в общем, все, абсолютно все, что касается как бы всех бытовых сфер деятельности человека. Потому что есть люди, которые занимаются историей, скажем, это конкретно, а не вот архив, книги, там документы. Я это, нет. У меня именно быт. Все, что связано с бытом и с жизнью обычной. Як вы собираете старовынные речи? Ну, я планирую экспедиции какие-то, выезды в села. Ну, вот, допустим, могу что-то в интернете подсматривать, скажем, на каком-то фестивале элементарном. Какой из села потенциал, где-то там что-то интересное для меня мелькает. Ну, и себе примерно намечаю, куда можно было бы поехать, через кого обратиться. Ну, и связываю с кем-нибудь из местных, скажем так, энтузиастов, кто может посодействовать, там принять. Не знаю, потому что можно приехать с утра и вечером уехать. А бывает такое, что нужно оставаться на день, на два и на три дня там быть. И приезжаю и вот спрашиваю, интересуюсь наличием старожилов, кто есть. Ну, такие, как правило, бабушки, в редких случаях дедушки, которые 30-х, 40-х годов рождения. Это уже, конечно, их очень мало, но, как правило, у них какую-то информацию или что-то вот такое. Из одежды особенно можно найти, потому что более молодые – это уже очень мало где. Есть такие села, где, ну, ничего, все, в том прошлом, в середине прошлого века они уже были максимально современные. Есть такие, что, ну, до сих пор даже что-то у них бытует. Поэтому, опять же, в зависимости от села и в зависимости от ситуации в этом селе, и культурной, и вообще такой. Месяц 20-й и 30-й. Потому что я видел одну фотографию, она 29-го, по-моему, года, там семья. И одна из женщин точно в таком же сидит, потому что даже вот этот вот, ну, как, вставочка вот эта вот, вставочка с этими складками, и вот сама форма, именно вот, говорю, так же, как на этой фотографии. Есть с 30-го, 30-е годы, это когда моя прабабушка еще была молодая. Вот, посмотрите. Вот это вот зигзагом как раз 30-е годы было модно, потому что пришивалась вот такая вставочка и с этими пуговицами в форме соток пчелиных. Ну, редкая такая возможность, когда вот на широкую публику это показать. В основном популяризация через интернет, скажем так. Мы дуже багато втратили, так? Скажем так, 99,9% мы уже просто погубили. И из этого, наверное, больше половины безвозвратно, потому что кое-что еще можно. Вот, как я стараюсь, что-то из одежды, допустим, по фотографии. Это, конечно, сложно, но если есть хоть какой-то образец и какая-то фотография, допустим, можно посмотреть что-то там и там. Ну, когда, говорю, даже и фотографии какие-то, их мало того, что нет, те, которые есть, они какие-то, ну, там, современные фасоны, то, хотя оно бытовало. Ну, вот, не было принято фотографироваться в этом, даже вот элементарно в Кубее. Какая-то была такая у них в свое время фишка, что парадно-выходная одежда и та, в которой фотографировались, она почему-то должна была быть вот модная, стильная, скажем так, городская. Дома ходили, разумеется, вот так, в традиционном, особенно там вот пожилое поколение. Они всегда, чем было старше, тем они больше, как бы, возвращались к этому. Но на фото, там, даже семейное, они почему-то все у них городской фасон, так было принято. Ну, вот с традициями тоже, как бы, проблематично, потому что многие из них бытовали, ну, до 50-х годов, может, до 60-х. И все. И, считайте, уже, там, 50, 60, 70 лет эта традиция вообще никак себя не проявляла. Оставаясь там только в памяти некоторых и даже отдельных, потому что уже не все их запомнили. Есть такие даже элементарно бабушки, одно поколение, но это помнят, а это нет. Тебя просто более внимательны, почему-то она это запомнила. А другие даже в голову не брали, поэтому у них даже какие-то отрывки трудно найти. Ну, и вот то же самое путем расспросов, путем методом проб, ошибок. Только так. Что-то удается, что-то не особо удается, опять же, по ситуации. Ну, скажем так, стремимся к максимальной правдивости и точности. К сожалению, за период Советского Союза очень много потерялось, именно тогда сравнялось с землей фактически, потому что было стремление сделать человека современного, продвинутого, более такого, скажем. Есть такое понятие, как плавильный котел. То есть, их смешать, чтобы был один, вот как при СССР, чтобы был советский человек, независимо от нации, вот конкретно вот по такому шаблону, по такой программе. Разумеется, все вот эти вот, их не особенности национальные, особенно нацменьшинств, их поэтому как-то соединяли более мелкие народы с крупными, чтобы они даже забыли, как они называются, чтобы все были, поэтому были открыты магазины, где была современная мода, современная ткань, чтобы тот текстиль, который был традиционный, постепенно ушел, мода, чтобы ушла. А вот у нас тут очень много сил, которые вокруг, просто это все ушло, потому что после войны появилось новое, резко. То есть, то было в голод распродано, что-то, разумеется, исчезло, пропало, тут сразу как бы новые какие-то перспективы, и все сразу новое для того, чтобы это ушло на задний план, новое, новое, новое развивалось. Это вот редкий случай, как вот Трояна, Огородная, Криничная, Твардица, которые, скажем, этим воспользовались. Оно не ушло, вот после войны, а наоборот воспряло, потому что появилась более красочная и красивая ткань в доступе, поэтому культура чуть-чуть видоизменилась. А многие, вот просто, как обрубилось, старое осталось позади, вот после 40-50-х годов сразу все резко новое, покупное, все магазин. Оно было без рукавов, потому что одевалось типа кофты, что-то такое, потому что в летнее время носили это с белыми рукавами от сурочки. Когда было холодно, одевали 2-3 таких платья, и сверху была еще кофта, чтобы в белые рукава оно же будет холодно, чтобы не мерзло. И видите, именно вот ткань конкретно какая она, она яркая, как вот юбку шотландцев. Рассвет, кстати, это называется писана рокла как раз, потому что типа расписная. И очень широкая, потому что они носили, у них было прям все вот такое вот набрано. Если 2-3 платья, то она будет вообще как принцесса. Видите, какие складки у нее? Очень-очень большие. Даже когда вот сейчас эти вот платья современные, шелковые, мы когда их пользуем, но чтобы была форма, одеваем это под низ, шелковая наверх. Получается, реально оно держит форму и придает какой-то объем. У нас каждое село имело набор вот таких вот тканей, которые, как правило, ну по ним можно было понять, откуда вот ты. Сейчас опять же, кто про это знает. Каждая ткань имела свое название, свое предназначение, и она еще как бы должна была конкретно вот с этим сочетаться. Вот оно, оно такое действительно, оно накрахмановое? Нет, оно просто так собранное, потому что его собирают таким образом, чтобы оно не мялось. Сама ткань плотная? Сама ткань плотная, потому что она будет такая мягкая, если она будет просто шерстяная. Чтобы она была такая, вот эти вот белые, желтые, зеленые, это нитки покупные. Они более грубые, получается, продают форму в ткани, она получается как бумага. Его нужно уметь правильно собирать, правильно его нужно хранить, чтобы оно такое сохранилось. Потому что это самое, собрать тоже его нужно, чтобы он форму не потерял. Еще был вот такой фасон, типа они почему-то вырезали, то есть не было вот этой позвы, не было горловины такой вот как здесь, просто делалось отверстие, и почему-то вот такое зубковатое. Вот это, а это уже из домоткани, вот как моя. Что женские есть еще пооставались, мужские, особенно на меня. Это ничего нет. Они или перешитые, или переделанные, или какие-то непонятно какие. Что вдалося видновыты? Ну, меня больше всего интересует календарная обрядность, то есть вот зимние там какие-то праздники, сезонные, весенние, осенние и так далее. Что мы уже делали тут на территории Кубея? Мы уже делали, самое первое было мероприятие, у нас была сидянка, то есть летняя сидянка, а то же самое, как, ну, типа, как вочерный, типа, украинский. И то, что летом, вот с августа, там, вот в теплое время года, сентябрь, может, октябрь, это сидянка. То, которое уже в комнате зимой, это уже называется придачка. То есть мы делали и это, и то, и хоро было, и лазерки были, и эти великопостинские игры делали, и пеперуда была, и то, что на траке мы каждую зиму ходим, только в том году мы первый раз не пошли. Ну, в общем, все, что можно, вот, скажем так, что еще помнят старожилы, что они еще могут более-менее точно передать, как бы, то стараемся от них перенять и передать как-то более молодому поколению. Потому что смотрю, что очень такая практика в культурной среде, вот вообще по региону, что, как правило, везде участвуют бабушки. Их привлекают, потому что молодежь не в курсе, им вообще трудно как-то это донести. Вот у меня другой интерес, чтобы от бабушек это перенять, чтобы их там, может, где-то и задействовать, но не сильно, чтобы от них взять информацию, а это уже возобновить именно с молодым поколением. Потому что у нас было и 20 человек задействовано, как бы. Тоже трудно, но мне кажется, с этого будет больше толку. Они потом через время хоть что-то будут помнить. Скажите, из того, что у вас есть, есть для вас какие-то особо дорогие вещи? Можливо, я не маю на увазе их вартость, а просто вот они вам, чи повязаны с какой-то человеком, чи, может, просто они вам как память. Когда приезжаешь куда-то в село, разумеется, очень часто знакомишься с очень приятными людьми, особенно старожилами. И меня вот спрашивают, как ты понимаешь, что, откуда вы, из какого села? Ну, потому что, во-первых, я этим занимаюсь, я, как бы, беру это до уваги, чтобы знать, что я где взял, как бы, это в моих интересах. А, во-вторых, каждая вещь часто изменит какую-то историю, как я ее нашел, или историю, скажем так, того человека, который мне ее дал. Поэтому они для меня все важны, потому что, скажем так, их не важность вот в их комплексе. Вообще, я всегда это любил с самого детства, что-то пытался. Просто в детстве я еще не понимал, что существует, что не существует, как оно, что и где, и как. И, как бы, по своим интересам что-то пытался сохранить такое, но глубоко разумеется, откуда я мог в это вдаваться. Не было примера. А именно вот так вот основательно, вот я так посчитал с 2011 года, как я школу закончил, увидел, что есть какие-то вот, что-то есть, какая-то перспектива и какие-то есть отрасли, скажем так, и развития этой темы. Вот как-то тогда начал более-менее активно. Вот 2011, 2012 и дальше, дальше, вот до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...